Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Живем с мужчиной неженатой, съем жилье, делим пополам, за продукты тоже пополам. Если у нас совместный поход, то каждый платит за себя. Сама я после работы могу и обед ему приготовить на следующий день, а деду погладить, сделать дела по дому, а он может ничего не делать. На выходных я их готовлю и убираю, он может мне чем-нибудь помочь, даже сам предложит, но чаще я сама все делаю, так как он устал. Недавно назвал меня офигевший на мой вопрос, почему ответил, что я не готовлю ему и не выполняю свои обязанности в постели. Я подарков не прошу, всегда сама решаю свои вопросы. Да, в постели проблемы, так как я просто не хочу, да и после работы устаю. Но я на выходных готовлю на неделе, если ему лень могу приготовить, сижу и думаю, правда, пока. Ну давайте мы для начала попробуем посмотреть на эту ситуацию с точки зрения того, что, а вы какая? Ну то есть вот допустим, допустим, вы и правда офигевший, да, как вот говорит мужчина, а в чем это проявляется, в чем, в чем это выражается? И как должно быть, да, ну то есть должно быть по такой логике, как, что, ну типа, что вы не хотите, да, например, ну там допустим, значит уступать в интимные отношениях, да, ну так вышло, так получилось, да, что не хочется. И получается, что по такой логике вы, что, должны себя заставлять, вот, вы должны, значит, что, себя насиловать, вот, как это должно выглядеть-то, ну вот со стороны, да. Если мы допустим, берем за основу вот то, что вы и правда офигевшие, да, вот. Дальше. То же самое, наверное, касается и приготовления еды, то есть, ну вы сами говорите о том, что вы это делаете, вы сами говорите о том, что вы гадываете, ну вот. И как это опять же должно происходить, то есть, вы должны больше готовить, вы должны на постоянной основе это делать, ну в смысле готовить, ну вот. Я честно говоря, не очень, не очень, не очень понимаю, вот, ну вот я не очень понимаю, что именно вы должны делать и как, чтобы быть не офигевшим, да, вот. В кавычках. Соответственно, соответственно, да, значит, что получается. Получается, что вы описываете свои отношения с мужчиной, как, ну такие, знаете, вот, ни к чему не обязывающие, да. То есть, ну вот, просто вы вместе, потому что вам, там, не знаю, хорошо вместе, да. Вы вместе просто, просто вот, ну, потому что как-то вот это все складывается, да. Так, ну вот, но при этом, как будто бы, да, человек требует от нас уже, уже поведение, да, и отношение к себе. Вот, ну, как бы, наверное, не совсем такого, да, которое, ну, как-то вот, ну, проистекает из характера вашего взаимодействия, вашего взаимодействия, вот, ну, на данный момент, вот. И, то есть, человек ведет себя так, как будто бы хочет, ну, перевести ваши отношения, да, немножечко в другой формат, да, то есть, по сути, что вы вели себя, как, ну, как жена, вот. Но прикол здесь в том, что вы не его жена, да, а он не ведет себя, как муж, ну, очевидно. Тут еще нужно как-то вот, ну, как-то смотреть, да, вот, как вам видятся вообще семейные отношения, да, какими они вам видятся, вот. И, например, ну, подходит ли вам вот эта история, да, что, допустим, у вас с вашим мужем, да, все пополам. То есть, если подходит хорошо, вот. А если нет, то нет, то тогда это, ну, очевидно, что-то такое, вот, ну, неприемлемое для нас, да, вот. На мой взгляд, как вот, ну, как мне это видится, да, Такая ситуация возникла вследствие того, что вы, ну, как-то вот, знаете, пренебрегали несколько собой, да, и, вероятно, делали для человека что-то, чего вам, ну, делать не хотелось, вот-вот. То есть, вы себя доставляли, возможно, видели в этом, ну, возможно, возможно, видели в этом для себя какую-то обязанность, да, то, что вы должны и так далее. Вот. И, соответственно, мужчина, да и вообще любой, любой человек при таком подходе, вот, рано или поздно будет относиться, вот, к тому, что вы делаете, да, как, ну, к чему-то, вот, самому собой разумеющимся, к сожалению. Вот. Поэтому, значит, лучшее, что вы можете сделать для себя, это, пожалуй, даже, ну, работать с личными границами, на мой взгляд. То есть, то есть, как-то вот, не пропускать моменты, когда, ну, когда вам чего-то не нравится, да, когда вы чего-то не хотите делать с одной стороны. Вот. И, с другой стороны, это, конечно же, история про обозначение характера ваших отношений. То есть, мы вообще, там, ну, мы с тобой кто, да, мы с тобой, в каких отношениях находимся сейчас. Вот. То есть, вот это вот, такой момент очень важный и очень важно его переследовать. Вот. Я также думаю, что, в какой-то степени мужчина, ну, отвергалил, что называется, вам то вероятность, чего вы хотели бы сами, да. То есть, ну, я имею ввиду, вполне возможно, что вам, как-то, ну, действительно, хотелось бы большего. Вот. То есть, то есть, может быть, хотелось бы как-то, ну, большего, большего внимания от него, может быть. Может быть, больше какой-то, какой-то, не знаю, поддержки, может быть, участия. Вот. И мужчина вам этого, соответственно, не дает, да, потому что вы, условно говоря, об этом его не бросите. То есть, вы все сама. И вот очень часто бывает так, что, когда человек, что называется, все сам, да, вот. То есть, я сам не прошу помощи, ничего, вот, то у другого это вызывает ощущение, что, ну, вот, какие бы, чтобы не повесил человек, на, допустим, вас, вот, вы со всем справитесь, вот. И, понятное дело, что это ошибочная позиция, понятное дело, что вы, ну, как и любой человек, да, хотели бы, там, внимание, ласки, тепла, тепла, заботы и прочее, вот. Но вы, вероятно, не умеете, да, об этом как-то просить, вот. А просить об этом нужно, вот, если вам, ну, хочется этого, вот. Давайте, вот, добавим, сюда, то, что вы устаете, то есть, как-то, вот, действуете, получается, на износ, да. Ну, не заботитесь о себе и так далее. Вот. И, на мой взгляд, это тоже очень, ну, сказывается, на мой взгляд. На том, как, вот, распринимает вас, ну, партнер. Вот. То есть, если бы вы о себе заботились больше, да, если бы вы не устали бы так сильно. И, если бы вы, вот, проявляли, может быть, более откровенно, да, более открыто, свои какие-то потребности, вот. Вот. То ситуация была бы несколько, несколько и ноль. Вот. Поэтому, вот, все это, на мой взгляд, вам нужно учиться делать. Вот. Вот. И, если, и, когда вы научитесь этим всем вещам, вот, вот, то я думаю, что, либо, мужчина изменит вам отношения, и будет, ну, по-другому к вам относиться. Вот. Либо вы расстанетесь и все-таки пойдете дальше, потому что, ага, ну, я, конечно, не знаю, сколько, сколько вы вместе и так далее. Но то, что вы живете вместе и при этом, при этом не живете, да, и вот, ну, какое-то время это уже происходит, условно говоря, без, ну, какого-то развития, да. Вот. Говорит о том, что, что, может быть, может быть, ничего и не изменится. Вот. То есть, мужчина все устраивает, ему все нравится, и вот так вот, в принципе, и будет продолжаться. Вот. И вам остается только, ну, как можно лучше, да, заботиться о себе, вот, и как можно лучше, к примеру, к примеру, ну, допустим, учитывать свои интересы, да, учитывать. Учитывать свои, значит, ну, предпочтения, вот, учитывать выражения и проявления ваших ценностей, вот. То есть, чтобы, чтобы, ну, они находили какое-то отражение, да, в, допустим, в повседневной жизни вашей. Вот. И, соответственно, я думаю, что тогда, ну, качество вашей жизни, вот, ну, в целом, в целом будет увеличиваться. Я думаю, что, я думаю, что так, и если, если у вас самой, самой, нет ресурсов, нет возможности для того, чтобы, ну, такую, такую работу провести, да, то, вот. Вы можете заручиться поддержкой психолога, да, и начать, вот, ну, индивидуальную работу над собой, и, вот, которая приведет к тем изменениям, которых вы хотели бы. Вот. Только, вот, единственное, что нужно сказать, вот, что на этом пути, ну, может быть сопротивление, да, то есть, ну, вы можете оказывать сопротивление, вот. И, значит, отвергать какие-то вещи, вот, ну, например, отвергать то, что вы хотели бы быть более, там, более слабым, чем, ну, чем вы есть, да, 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 то есть, вот. Отвергать то, что тут факт усталости, который у вас есть, которым вы оправдываете, то, что у вас нет интимной близости с мужчиной. Ну, вот, является психологической защитой, вот, по сути, по сути дела, да, это психологическая защита. Вот. И, возможно, страх этой самой интимной близости, вот, но, поскольку человек вы, как мы понимаем, волевой, вот, то вам это будет, ну, принять, вероятно, непросто. Вот. И, опять же, вот здесь поможет психолог, да, что, вот, как-то раскроет ваши, ну, какие-то, вот, моменты, да, какие-то стороны, которые, вот, вы сейчас, ну, как-то, вот, пытаетесь, ну, подавлять, да, вот, и, вот, и, скрываться. Вот, очень, очень тоже такой довольно важный момент, что вы имеете какую-то выгоду, вот, вы получаете какую-то выгоду, я имею в виду, вот, с этой ситуацией, которая, которая у вас, вот, например, вы, вроде как, в отношениях, да, но в то же время, и нет. Помимо мнения, что у вас действует такой сценарный запрет на близкие отношения, ну, доверительные отношения, вот. Это нужно исследовать, поэтому выбирайте себе психолога и начинайте работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Обращайтесь, не до тяга, это. Обращайтесь, не до тяга, это. Продолжение следует...